Вспомним очень важный вопрос выбора, точнее говоря, наделения полномочиями губернатора. Против Валентины Ивановны проголосовало всего три человека. Это 6%. Эти 6% были объявлены врагами народа. Даже когда в Москве Юрий Михайлович Лужков пользовался бешеной поддержкой москвичей, у него никогда не было более 90% популярности. То есть самые лучшие для него времена против него голосовало как минимум 10%. А у нас избирают только тех, кто двумя руками поддерживает исполнительную власть. Только их и пропихивают в законодательное собрание. Я уверен, что нынешний состав законодательное собрание еще меньше отражает интересы простых избирателей. Законодательное собрание отражает интересы тех, кто может взять залог в 90 миллионов рублей. Законодательное собрание отражает интересы тех, кто находится у власти. Вот кого отражает законодательное собрание. Вот я сейчас выступаю и вижу надпись «Матвиенко, не продавай наш город». Мы все видим эту надпись. Но ведь нас с вами честно и откровенно предупредили Матвиенко и Тюльпанов. Они прямо сказали «Вместе мы сможем все». Давайте повторим. Давайте мы вместе вслед за Матвиенко и Тюльпановым скажем. Матвиенко и Единая Россия вместе смогут все. Матвиенко и Единая Россия вместе смогут все. Украсть! Смогут все! Украсть! Все! Украсть! Украсть! Дорогие друзья! Я думаю, что сейчас мы находимся не в лучшей позиции. Но мы будем бороться. Если говорить о партии «Яблоко», да, мы не находимся сейчас в законодательном собрании. Мы будем бороться судебным образом. Нам говорят, что не было еще такого прецедента, чтобы отменили выбор в законодательное собрание. Постараемся, чтобы такой прецедент был. Все бывает когда-то в первый раз. Но в любом случае я вам могу сказать, что партия «Яблоко» будет пользоваться всеми законными методами. Мы будем использовать закон в полную меру, чтобы защитить права тех людей, кто нам доверяет.